Всем привет! Приготовим закуску из батата со сливочным сыром. Возьмем предварительно помытый батат и нарежем его ломтиками толщиной около 1 сантиметра. Нарезанные ломтики выкладываем на противень с пергаментной бумагой. В отдельной емкости смешаем немного оливкового масла с солью и черным молотым перцем. И теперь каждый ломтик батата смажем масляной смесью. Отправляем в разогретую духовку до 180 градусов на 30 минут до полного приготовления. В миске смешаем 200 грамм сливочного сыра. У меня это маскарпоне. 2 столовые ложки тахиновой пасты. И 2 столовые ложки греческого йогурта. Смешаем аккуратно миксером до однородности. Кстати, не забудьте подписаться на мой канал. Так вы не пропустите новые вкусные и простые рецепты, которыми я буду делиться с вами. Теперь добавим половину чайной ложки соли, четверть чайной ложки молотой зиры и половину чайной ложки молотой мяты. Примерно с половины лимона натрем цедру. От этого же лимона отрежем четверть и выжмем сок. Я попыталась убрать лишние косточки, но в итоге одна все же попала в крем. Теперь примерно 10-12 грецких орехов измельчаем ножом до средней крошки. И соединяем с нашим кремом. Теперь все тщательно перемешиваем и оставляем в холодильнике хотя бы на 1 час, чтобы все специи отдали свой аромат и соединились вместе. Готовый и обязательно остывший батат выкладываем на тарелку. Далее на каждый ломтик распределяем примерно по 1 чайной ложке крема. И сверху украшаем очищенным гранатом. Также я добавила тонко нарезанный лук-порей, это по вашему желанию. Вот такая получилась яркая и необычная закуска, которая украсит любой праздничный стол. Нежный и сладковатый вкус батата в сочетании со сливочным сыром просто необыкновенно вкусно. Обязательно попробуйте! Приятного аппетита!